Я подумала, что если бы я знала, как будет трудно, если бы можно было это подгрузить как-то вообще заранее, то я бы, наверное, не пошла, я бы испугалась. А так как я не знала, как будет трудно, я такая, о, ну мне это надо, вот, я хочу туда, мне это надо. Да, и я пошла, и так как я не бросаю, если я что-то решила сделать, я просто это не бросаю, потому что, ну, как-то мне потом неприятно такое чувство, ну, как-то не закончено, хотя бы, то я поняла, что вот как бы хоть разбейся, но хотела, и действительно было очень трудно, потому что новичкам всегда трудно, это нормально. Но я довольна, я очень рада, что я прошла, потому что это бесконечное какое-то, подгрузилось бесконечное количество знаний, опыта, вот, и я уверена, что когда будет интенсив повторяться, я надеюсь, что он будет повторяться, ну, там, через полгода, через год, я бы сходила еще раз. Потому что мне хочется, то, что я сейчас успорила, мне хочется с этим поработать еще раз, чтобы оно отрубовалось, все равно что-то забудется, а что-то уляжется в основу. И придя второй раз на интенсив, я уже буду смотреть на другое, обращать внимание на другое, потому что наверняка я очень много упустила, просто потому что мне нужно было усвоить другой материал. Ну, я очень довольна, для меня очень много было первый раз. Первый раз работаю с макапами, первый раз я так много и долго сидела в фотошопе, первый раз мое время сгорало бесконечно, то есть я потратила там шесть часов, у меня получилось всего два слайда, ну, как так можно быть, ну, это невозможно, то есть время мое бежало как-то по-другому. То есть все вот это, потом, значит, тайм-менеджмент, да, то есть нужно уложиться в две недели. И я очень рада, что я взяла с разбором, это просто, я не представляю, как вот это может быть, какой-то звоночек из будущего мне был, потому что разница в деньгах была незначительная. Я умею учиться, и я могу проходить курсы без разбора, потому что я сижу и учусь, я умею. Я думаю, ну, в принципе, какая разница, ну, разница в деньгах незначительная, обратная связь всегда нужна, тем более, ну, опыта нет, нужно услышать. И в моем случае это было просто судьбоносное решение, вот, я поняла, что, нет, новичкам нужно, новичкам, которые идут, которые хотят работать, они должны брать обратную связь, потому что это очень важно. Да, но у вас и так, и так, в любом случае была бы обратная связь, просто, когда мы контактируем, да, я еще заряжаю какими-то идеями, это тоже очень полезно. Дело в том, что разбор, он тебя мотивирует, он тебя привязывает. То есть для меня невозможно было, то есть есть две недели, то есть это не клуб месяц, где я могу успеть, могу не успеть. Но теперь я смотрю на свою жизнь месячную в клубе и думаю, Алена, это что такое, это вообще, куда, вот, смотри, какие две недели, значит, ты можешь. Вот, и вот эти разборы, они, понимаете, они как точки какие-то, то есть ты не можешь, то есть я, ты не можешь лечь спать, пока не сделаешь, когда особенно ты много сделал. Может быть, легко бросить, когда ты сделал 20 процентов, 30, ты понимаешь, что ты не успеешь. А когда тебе осталось 10, то ты просто не можешь уйти от компьютера, ну, я сейчас доделаю, вот, меня же ждут, я должен показать, ну, как же я не покажу, понимаете, вот это, это как какая-то привязочка. Мне кажется, что если бы не было разбора, может быть, я бы подумала, ну, я доделаю потом. То есть как бы обратная связь, это немножечко другое, это еще как про дисциплину, про какую-то вот, когда человек тебя ждет, это как вот спорт, знаете, да, когда ты занимаешься с тренером, мы без тренера, без тренера ты думаешь, ой, что-то у меня сегодня голова болит, не пойду, а с тренером думаешь, ну, как, он же пришел в 8 утра, а как я-то не пойду. Поэтому это дисциплина, это очень важно, вот этот разбор, он прямо, конечно, я очень удивилась, когда вы сейчас говорите, что люди без разбора, ну, практически, ну, не дошли до финала. Я, честно говоря, удивилась, в общем-то думала, что это должно быть. Ну, это как раз из-за того, что вы только что говорили, да, что у всех, кто с разбором, у них был четкий дедлайн, а без разбора они в своем темпе, ну, есть еще неделя, им все доделать, поэтому я думаю, что просто все, кто с разбором, они за две недели напряглись, выдохнули, все, теперь будут заниматься другими делами, а те, кто без разбора, будут дальше продолжать учиться уже в своем темпе. Ну, это интересное, да, наблюдение, у нас это тоже немножко удивило. Но на самом деле, Алена, вы большая молодец еще в том, что вы прислушались, да, к первому разуму, потому что можно было послушать, пропустить все мимо ушей, сказать, я ничего не понимаю, у меня лапки, я делать ничего не хочу, да, и все. А вы прислушались и поняли мою мысль, да, я ее старалась максимально там понятно объяснить на прошлом разборе, вы поняли и выдали отличный результат, вы полностью, то, что было вначале и то, что сейчас мы видим, это, конечно, колоссальная разница, да, у вас на проект получился очень стильный, несмотря на то, что вы отрисовали облачка, фоны, да, вот дополнительные графические элементы, и, по сути, по наполненности набор не супер большой, но при этом образ вы его ухватили, да, то есть и представили хорошо, да, то есть и фоны есть, и паттерны хорошие, чистые, спокойные паттерны, да, очень интересные, да, и плюс дополнительные какие-то элементы графичные, то есть разница колоссальная за две недели, даже за неделю, да, потому что разбор прошлый был в прошлое и в воскресенье, за неделю получился просто вау-эффект. Я единственное, что в самом проекте немножко бы поменяла местами превью, да, вот эти превью, где они три подряд, четыре даже плотно, я бы какое-то из этих превью поставила бы повыше, ну, где-нибудь после этого слайда, да, потом вот у нас видео идет, потом начинается уже вот эти превью, и какое-то, допустим, вот с этого бы опустило бы пониже. Они сейчас просто очень плотненько смотрятся рядышком, да, между ними хочется либо тогда текст какой-то написать, воздуху дать, да, добавить, ну, в общем, как-то разбить эту всю историю, потому что когда вот так вот у нас идет, да, на сером фоне, потом здесь еще сереньки, да, тоже перетекают, уже красиво, здесь тоже такая идет, если издалека смотреть, такая серое, серое пятно, которое из одного превью, другое перетекает и выглядит хорошо. А когда вот здесь вот прям плотно, да, вот здесь вот нету такого перетекания, но вот вы можете взять на заметку, да, если мы ставим несколько превью подряд, если мы делаем вот такое пятно, то если оно будет красиво перетекать из одного в другое превью, то это будет выигрышно смотреться и на креатив маркете, потому что там тоже можно открыть вот эти все превью друг за другом, да, как они там загружены. Поэтому это вот такая история, которую вы можете пользоваться на будущем. Так, что за видео я хотела там посмотреть? Там просто вы говорили в уроке про беханс, что, мол, можно еще добавить видео, и я такая, о, у меня же есть, но про креатив записывает все, но так как я очень много меняла, то у меня не было нормального видео, но у меня было видео с моей первой тучки, то есть когда я пробовала кисточки, а как мне нарисовать, а что мне делать, я думаю, ну, засуну, люди любят смотреть, как нарисовалось, вот, и оно так, я думаю, пусть будет, ладно. Не, ну, в целом, да, очень интересно. Ну, видео, это всегда действительно залипательно, это останавливает, опять-таки, внимание человека на проекте, беханс, ты же тоже все это считывает, все алгоритмы, да, как долго человек останавливается в вашем проекте. И оп, нарисовалось, действительно, здорово. Нет, проект вообще получился классный, я прям тоже попрошу у вас разрешение на сайт выложить то, с чем мы начинали, и то, с чем закончились. Да, я думаю, что это интересно, мне и самой было интересно, но я, честно говоря, обдумывала, наверное, сутки, я сутки обдумывала, мысли нельзя так сказать, что меня направили, а, ну да, сейчас переделаю, я очень много смотрела, я видела, что все небо, которое вы предлагали сделать, у него нету вот такого большого превью, обычно это 3-4 слайда, там нету других макабов, кроме постеров, я думаю, ну не может быть, чтобы были только постеры, я не хочу только постеры, то есть для меня как-то и была какая-то внутренняя борьба, в плане, что, например, ну я бы такое не купила, ну в смысле, что не люблю чехольчики на телефон, на котором просто сзади рисунок, я бы такое не купила, но я не могу такое делать, мне не нравится, не хочу чехольчик на телефон. И потом я просто взяла и стала их играть, как там у меня есть, да, такое, что берешь фон, берешь штучку, берешь вот эти золотые элементы, каждый раз получалось что-то разное, где-то потер прозрачность, сделал побольше, где-то нет, там, и оно стало складывать, и когда я уже увидела свое небо, оно меня вдохновило, то есть для меня очень важно рисовать и черпать оттуда энергию, когда я получила новый заряд, вау, вот оно какое небо, вот оно какое должно быть, с туманом, золотым, да, с таким сном, не знаю, может быть, это, конечно, по-детски, но для меня пока очень важно, чтобы было, чтобы мне самой нравилось, и я как бы подзаряжалась, поэтому здесь мне очень нравится, для меня Behance был в самую новинку, прямо вот в самую. А какие-то есть вопросы вообще по набору, по коллекции, или уже все обсудили? Нет, нет, у меня здесь нет вопросов, у меня тут, что не слайд, это какой-то бесконечный опыт, все бесконечный опыт, и съемки процессов, и фотошоп, там, я не знаю, и макапы, то есть каждый урок для меня это было что-то новое, я с этим очень долго сидела, и даже вот, ну, ты говорила, что когда вы сказали, посмотри в другую сторону, я смотрела туда несколько дней, то есть я смотрела в воскресенье, и в понедельник я просто пыталась это для себя сформулировать, то есть даже на это мне понадобилось время, не просто сел и начал переделывать, такой, да, я знаю, сейчас я перерисую это, нет, надо было думать, надо было сидеть, то есть это прям такое очень здоровские две недели, при том, что понимаю, что, а, ну, раз успела, значит, могу, значит, и в клубе могу лучше, больше, нужно лучше. В общем, я думаю, что вы теперь можете намного больше, потому что вы теперь знаете условно основу основ, то, с чем заходят на креативные магазины, а это намного сложнее, чем просто стоки, потому что если бы вы начинали работать просто с классическими коллекциями, без нишевания, без образа, да, сейчас бы вам тоже было бы сложно перестроиться, так сказать, на что-то другое, но зато сейчас вы там будете повышать свой уровень рисования и работать по коллекциям в клубе уже с другим пониманием, то есть вы как будто бы на шаг впереди, чем все новички, потому что вы теперь знаете, как сделать стильно, да, у вас есть опыт очень хороший, поэтому это прям очень похвально, что вы сделаны и прошли все это. Я бы хотела еще раз, поэтому я как будто бы с интенсивом не прощаюсь, но прямо мне будет интересно через полгода или через год еще раз сюда занырнуть, еще раз тут пройти с новым опытом, сделать лучше, интереснее. Просто, ну, это здорово, когда ты говоришь, я хочу и просто иду, понимаете, то есть я говорю, вот если бы я знала, что будет так сложно, я бы не пошла, более того, я помню ваши первые истории, когда вы говорите, мы придумали новую идею, с Натальей тут сидим, будет коллекция, декретий маркетинговый, я такая, о-о-о, не-не, я туда не пойду, это не мой уровень, мне туда нельзя, потом я это забыла, потом вы рассказали на вебинаре, но была еще классная подложка про то, что вот успешный стокер, вот что у него должно быть, я такая вдохновилась, он такой, нет, мне туда надо, я все сделаю, вообще какой-то был подъем такой, но я очень рада, что я пошла, потому что это здорово, ну, вот я тут посмотрела, сейчас я пойду на стоке на старт, там посмотрю, все пробелы проработаю, потом я вернусь опять сюда, еще доделаю, и все получится.